Всем привет! Я сегодня приехала к Оле в гости. Многие зрители задают мне вопросы в трансляции про равномерку, а я про нее ничего не знаю. В общем, мы сегодня договорились с Олей встретиться, и она нам покажет, какая у нее есть равномерка, и расскажет поподробнее. В общем, какие вопросы мне зрители задавали, такие я Оле буду задавать. Готова помочь. Хорошо, что у нас в Оренбурге есть такой магазин. Я могу к Оле приехать, поболтать с ней, все узнать, все посмотреть, руками потрогать. В общем, сейчас мы все у нее здесь посмотрим. У меня в себя смысл. Клиенты приезжают пообщаться и потрогать. Да, в общем, сейчас все мы у нее переберем, здесь посмотрим, что тут Оля привезла новенького. Здесь наборы у Оли. Оля, какой адрес у тебя в магазине? 70 лет в ЛКСМ, 16-1. А это что такое за коробка у тебя? Сейчас я у тебя все здесь проверю. Что это такое не распаковано? Я только что сейчас получила нитки ДМС, немного канвы ДМС, аксессуаров. Ну, завтра, наверное, в прямом эфире в Инстаграм буду показывать, разбирать. Да, кстати, у Оли есть такая услуга, нарезка ниток к авторским схемам. Я всегда у Оли покупаю. Мне это выгодно, чем покупать матки. Вот, ой, какая красота. Это ты, Оля, да, вышивала? Да. Одна салфеточка вот у меня ушла. Купили. Как вы вышиваете на горошке? Они у меня так в глазах, ребят. Вот это что за тканюшка? Это Белфаст, лен 32-го каунта, 100% лен состав. Сейчас я вышиваю на белом горошке. Белфаст? 32-го каунта. 32-й. Это какому каунту канвы соответствуют? Аиды 16. Аиды 16? Ну, как правило, делим пополам. Угу. Вот, на некоторых сайтах, ну, и у меня раньше тоже был Эдинбург написан, 36-го каунта. Вот, сейчас я тебе покажу. Ну, на мельче. Вот это Эдинбург. Вот на нем я сейчас вышиваю елочку от парижских вышивальщиц. В инстаграме, кто видел, я выкладывала. Вот он идет 35-го каунта. Ну, как бы мы его делим тоже пополам на 18-ю Аиду он получается. Крестики. Не знаю, как видно вам плетение. Ну, с горошками, да, сложнее немножко в них и иголочку вставлять. Приходится иногда так, не сразу входит игла, потому что мы же с тупым кончиком вышиваем. А тут вот, ну, плотно так красочка ложится. А Светланка вышивает острые иглы, говорит мне, она острые удобно вышивала. Ну вот, а я пыталась на набор Диманшенс вышивать острый, вернее, тупой иглой, но у меня не получилось. Пришлось взять ту, чтобы в наборе была. Хотя люблю только тоненькие иголки. Фарточки какие красивые у тебя висят. Ну, это фарточки на бутылке. Вот сейчас Новый год грядет. Можно нарядить бутылочку от шампанского и подарить. У меня тут на днях зашли покупательницы. Ну, они вышивки абсолютной ноль, то есть это для них новинку. Ну, и удивились, спрашивают, что это такое. Ну, я рассказала для чего. Цену, когда спросили, я говорю, 300 рублей. Они говорят, не, лучше мы еще бутылку купим. Логично. Посмеялись с ними. Мы тоже запойные, только вышивальщицы. Да. Нам не жалко 300 рублей на фарточку. В принципе, здесь даже можно изнанкой хвалиться. Тут очень хороший геометрический рисунок, удобный. У тебя вся палитра, да, Димси? Ой, ну вот здесь нет сейчас, но вот пришло теперь все цвета. Потому что сейчас надо будет разбирать. Это долгий процесс, я уже... Ой, а вот эту красоту я в прошлый раз не видела. Это что это такое? А это и не было. Я же на встрече говорила, что у меня приход будет. Это вот белорусская равномерка. И вот если хочешь, сейчас я тебе выложу на стол, посмотришь, как интересно цвета здесь сочетаются, как их можно комбинировать. Эти все ткани, вот цветные, которые их, они все с пропиткой, воды, грязи и жироотталкивающие. И вообще они как скатерная ткань продаются. Ну, а их вышивать можно? Ну, конечно, они все идут равномерно у плетения. А я знаешь, что глаз положила? Ролл шит для вышивки. Вот у меня уже клиенты берут именно для прикладной, потому что ценник недорогой у нее. Ну, давай, покажи. Вот смотри, по цветовой палитре однотонные, вот белая, вся эта ткань идет в стопроцентный хлопок. Белая, она не имеет пропитки. Я вот ее показывала как-то в прямом эфире и вам приносила навстречу, показывала, какие крестики на ней получаются. Ровненькие, аккуратные. Вот. И все эти ткани можно использовать как ткани-компаньоны для вышивки. Вот, к сожалению, у меня уже закончилась лаванда. Кстати, на камере более-менее цвет как-то... Ну, чуть она поярче, да? Вот даже мои яркие ногти сегодня, они вот... Ну, цвет вроде верно передаю. Ну, светловато, но мне кажется, поярче вот сама. Вот у меня взяла как раз клиентка ткани с лавандой, и мы по краю вот еще высчитали вот этот сиреневый. Прямо один в один отлично подходил. Ну, мне вот даже сейчас ни кусочка не осталось, чтобы показать, как вот это можно комбинировать. Сейчас другие ткани покажу. Вот, например, новогодние вот такие вот снежинки. Во-первых, рисунок не навязчивый, ну, так скажем, да? Не очень он яркий. На нем вообще отлично вышивать новогодний сюжет. Как на горохе, например, так и здесь. Но только вот потрогай сама ткань. Она, ну, если горошки, они прям плотные, да? Да, здесь. Ткань накатана, а здесь накатка такая вот. Наизнанке тоже они вот просвечиваются. Но вышивать легче, проще вот на просвет. Видишь, как она идет? Вот, она потоньше. Можно комбинировать с белой, да, например. Если вот в скатерти или подушке мы смотрим, например. Дальше. Вот зеленую, салатовую, да, можно комбинировать вот с этой тканью. Смотри, как красиво получается. Тоже вот у меня уже клиенты приходили и подбирали на подушку, например. Вышить на однотонной, отделать этой тканью что-то. Хотя я видела, что вышивают и на этой. Например, можно типа ковер, да, какой-то. Как будто бы или это стена. Ну, что-то более яркий сюжет какие-то на этой ткани. Дальше. Тоже новогодние вот скатерти, в общем, тоже многим нравится, что яркая. Ее можно комбинировать вот с этой. Тон один в один получается. Например, также пустить по той же скатерти окантовку по периметру, да, или же подушки отделать. С этой же бордо хорошо сочетается вот этот вот цвет. Цвет называется Англия. Ну, такие вот мне вот это нравится. Да, очень красивые такие розы. Они розы или шиповник назвать их. Смотри тоже, какое красивое сочетание бордо, потому что здесь есть темный оттенок и вот эти ткани. А вот эти две ткани тоже между собой сочетаются. В принципе, эту можно и с этой комбинировать, да? Вот. Ну, в какой-то степени есть. Ну, вот так вообще отлично в сочетании. То есть, для прикладной вышивки очень хорошо подходит. Вышивать на каждой из них. Она вся идет равномерно. 32-го каунта. Ой, извините, 30-го. 32-го это вот этот лен. Сейчас он у нас в самом низу оказался. Лен белорусский. Он как раз 32-го каунта. Тоже равномерного переплетения. То есть, на нем можно свободно вышивать. Посмотри, вот он на просвет. Насколько он тонкий. Вот, видите? Вот состав его 50% полиэстер, 30% вискоза и 20% лен. То есть, льна вроде как не так много здесь, но по ощущениям, ты трогала его, да? Да. Чувствуется вот это льняное волокно. Ну, за счет того, что льна не сильно много, он практически не мнется. Вот, видите? Ну, есть замятости. Конечно, я его хорошо прям так прижала. Но все равно не в такой степени, как если бы это был 100% лен, да? Тот же лен, да, лен всегда. Попробуй отгладь его после работы. Вот, и вот я думаю, что на летнюю какую-то одежду его прям очень даже хорошо. Сама хочу попробовать сшить юбку. С подкладом, естественно, потому что она прозрачная. Так что, если у меня задумка исполнится, покажу. Ну-ка, покажи маникюр свой. У тебя даже здесь крестики. Ну, вот снежинки, крестики там как-то вот так вот нашли сегодня. Маникюр вышивальщица. Ну, а как же? А это что, скатерть? Да, это готовая скатерть. Она идет на рогожки. Ну, меня как бы зацепило, что эти ткани тоже, в общем-то, можно на них и повышевать. А вот. Но самое смешное, мы недавно с клиенткой рассматривали скатерть, а рядом у меня стоит вот этот набор золотых ручек. Прованс. Смотри, здесь розочки. И здесь розочки. Вот если скатерть готовая, да, а вышить вот этот сюжет в комнате, насколько красиво это будет смотреться. Прям один в один. Вот такие случайности. Оля, а мне вот так на Мурана все-таки тяжеловато вышивать. Слушай, а вот Мурана, какой состав, спрашиваете? Вот это вот лен все. Это лен? Это да, это Белфаст. Здесь и новинки, и винтаж. Из новинок, значит, 30-21 цвет. 70-33 вот это. 30-21 потемнее чуть-чуть. Этот вот горлица идет, а этот цвет нуги. Вот это вот новые цвета. Это нежно-салатовый, нежно-розовый. Это уже к весенним сюжетам. Вот очень хорошо. Вот это вот дымчатая роза цвет. Он уже был у меня. Вот опять же, горошки привезла я все. Из гороха сейчас вот новинка. Это аида 18-я. Вот, то есть, если раньше была только 20-я аида в горох, вот белый такой для зимних сюжетов, а вот теперь появилась аида 18-я. Она серого цвета. А вот это вот что такое, вот это разлинованная? Так, это разлинованная канва. Она разных видов и разных каунтов. У меня давно девочки просили 14-ю. Ну, кто плохо там со зрением или кто любит на крупной канве. Эти вот два новых оттенка – это аида 14. Обе разметки смываются. Я где-то в наборе видела канву, я даже не догадалась, что она смывается. Я еще смотрела, думаю, как тут вытаскиваются. Нет, нет, не смываются разметки. А вот здесь вот это аида 20-я. Она у меня уже давно и пользуется популярностью. Девочки, кто крупные, ну, большие работы вышивает. Это гобеленовая сетка. Вот на ней не смывается. Когда я вышивала свой гобелен, то я про это не знала, что это не смывается. Потом уже меня вразумили, что это не смываемая разметка. Также со смываемой разметкой есть мурана. На ней я сейчас вышиваю. Вот здесь, обратите внимание, разметка идет вот на равномерке. Она идет 5 на 5. А я сейчас смотрю, хотел сказать, что так мелко. Нет, она, то есть, каждую ниточку, получается, если вышивачили. Это так вот на Лугане вышивают многие вот тоже большие работы, типа СТ и такие вот. То есть, тут разметка идет именно 5 на 5. Ну, кто диагональной парковкой вышивает, им вообще удобно, да, что вот такие. Я, если честно, вот взяла специально для эксперимента, вышиваю кофейную феерию. Я даже не успеваю тебе вопросы задавать. Ты все сама рассказываешь. Вот этот вот набор. Здесь Аида 16 в наборе идет, бежевого цвета. Вот, я решила просто попробовать, как ведут себя нитки в работе. Нитки мне нравятся. И Аиду поменяла на мурану с разметкой для того, чтобы, ну, у меня задавали девочки вопросы, что вроде как она не смывается. Я решила сама проэкспериментировать, чтобы уж знать, что продаешь, как говорится, да. Ну, пока у меня еще там полтора листа осталось вышивать. Ну, я надеюсь, что... Может, новогодние праздники помогут быстрее справиться с работой. Сейчас вообще вышивать некогда. По конве с разметкой могу еще показать вот такая вот. Она похожа на гобеленовую сетку. Это 16 и 18 бывает. Сейчас у меня 18 закончилось. Эта разметка не смывается тоже. Но я обычно девочкам предупреждаю. То есть, если много белого в схеме, то лучше не брать. Ну, а если полная зашивка и темные цвета или лес, например, то, пожалуйста, она абсолютно не мешает. Оль, я тебя про состав почему спросила. Вот я люблю хлопковые. Я не люблю, чтобы была синтетика, вискоза. Вот какая основа у тебя чистых хлопковых? Если 100% хлопков, то это только линда. Линда. А какие цвета у тебя есть? Вот смотри, по линдам. Сейчас тоже большой выбор. Так, у меня сверху брита не попала. Вчера мы их порезали. Вот это вот все линда. Вот эти все цвета. Тоже смотри, вот это вот персик новый. Вот этот салатовый новый. Раньше у них был цвет 6140, если не ошибаюсь, цвет ряски назывался. А этот сейчас цвет лайма 6122. Если у белфаста 6121, то этот 6122. Чуть оттенок поярче вот этот. Ну, вот опять же, вот ярко-желтый вот такой оттенок. Это многие любят голубой цвет. У Линды и у Британи тоже они чуть-чуть отличаются. Мне тоже нравится голубой. Вот, а вот ниже это все Британи, которые уже в составе с вискозой. То, что у тебя глаза не выдерживают, на ней работают. Да, да. Вот по Британи тоже. И девчонки нормально вышивают. Это я такая капризная. Ну, я, да, я тебе и говорю, что это у тебя. Вот. Вот это Британи тоже новый оттенок 3115. Ну, он такой вот, как его назвать, темно-бежевый. Я же все мечтаю шовчики-то освоить на шкатулочку. Но никак не решусь. Я, кстати, возьму у тебя сегодня номерку. Ну, вот с Лериксом Линды не бывает. Вот, то есть Линды... Это Британи только. Вот это что, Британи? Вот это блестящая Британи, да. Вот на новогодние сюжеты. Вот. Это Мурана вся, что сейчас вот есть в горох. Вот эти два цвета, это новинки. То есть раньше были вот эти только два оттенка. А сейчас вот голубой и серый тоже. Горох. Это вот Мурана, она соответствует 16-му каунту. А на 18-й каунт, мелкая, какую берут? И она тоже с вискозой, то есть так же, как и Британи. Да. Но на 18-й клопковый нет равномерный. Это только уже Эдинбург-леный. А какая? Это какая? Вот это вот все Эдинбург-оттенки. Вот горошек на нем я сейчас вышиваю. Светленький, вот такой светло-серый. Цвет белый. Надо же мне все потрогать. Ну да. Это стопроцентный ленок. Свет тоже красивый. Да, вот этот очень красивый. А это уже 705-й, вообще обалденный цвет. Это вот уже натуральный сырой лен. Кстати, в этот раз, вот могу сказать, пришел белка с 53-й и 52-й цвет на самые ходовые. И посмотри, насколько вот, если мне первый, в прошлый раз приходили рулоны 52-й и 53-й, практически неразличимы были. В этот раз прям четко, видишь, да? Ага. Насколько серей 53-й. 52-й он более светлый. Ага. Вот. Здесь у нас это цвет платины 99-й. Вот такой нежный. Немножко похож на 305-й был у меня сливочный. Он похож на молочный, но он как-то поярче. Да. Ну, как бы, да, если 264-й или 222-й, вот он цвет. Это дублин здесь и кошель. Вот они, ну, более как-то бежеватые, этот более желтоватый, да, если вот в сочетании. Да. Вот когда они лежат вот так, цвета лучше как-то различимы, если каждый отдельно берешь. Отдельно. С такими переходами, размытиями. Вот. Вот эти вот цвета, сиреневые. Света Бакар вот у меня брала на ирисы. Да, на ирисы. Она, кстати, закончила ирисы. И многие берут вот именно на ирисы. И этот вот цвет, и этот. Вот этот хорошо тоже на ирисы пойдет. Хотя, по-моему, у меня даже как-то голубой брали. Даже на ирисы. А Света у тебя заказывала? Да, да. И нитки нарезку она заказывала? И сразу она на все три. Ожидали с ней. Да, да. Вот это, я помню, да. Ожидали. Вот. А здесь я могу показать вообще такие вот привезла. Не самые популярные. Это равномерка тоже. Это Бентри. Равномерка. Это лен и хлопок напополам. То есть здесь уже искусственного волокна нет. Тоже можешь пощупать. Вот лен, вот чувствуется вот эта волокнистость такая. На хлопке такой волокнистости нет, да? Да. Но если лукан вот я привозила, девочки не смогли на нем вышивать, то здесь в принципе плетение видно, да? Да. То есть различимые ниточки и удобные. И она идет 28-го каунта. 28-й это какому соответствию? Это вот как Линда у тебя 27-й, и 28-й это в общем-то как 14-й. Да. Это стульта хардангер, она как-то между аидой и равномеркой. То есть тут и клеточки есть. Вот смотри. И в то же время она идет в разряде равномерок. Хардангер подразумевает, что на ней хардангер вышивать можно, да? Но вот я не вышивала, я хардангер делала на обычной равномерке. Угу. Ножнички у тебя всякие красивые. Вот эти красивые монтажные. Еще вот по равномеркам, по новым, это лоба. У меня была белая, как-то я привозила. У нее в составе тоже лен, хлопок и вискоза еще плюс есть. Это 32-го каунта. Это вот Лугана оттенки, да? И вот если мы положим перляйн, он тоже 25-го каунта. Только что Лугана у нас это состав вискозы и хлопок. А это лен и полиэстер. То есть цвет натурального лена. Это тоже кто любит вышивать на более крупном каунте. У меня на Лугане наборчик, который я испортила, нужно было через одну ниточку переплетения, а я через две. И нитки-то я, наверное, смогу подобрать. Вот я думаю, может быть мне взять кусочек Лугана и вышить этот сюжет. Он мне так нравится. Ну да, можем попробовать на размер. Там молочный. Да, я посмотрю, какой размер. У меня все руки чешутся, все-таки завершить. Ниточки уж подберу из тех, которые у меня дома есть. Вот это из новинок, тоже у меня остаточек небольшой. Это 589 цвет, не так давно он появился. У Лугана он был у Бритвы и у Аиды 16. Красный сейчас хорошо на новогодние игрушки. Такие зеленые тоже темно-зеленые новогодние. Вообще вот я шовчики шью только на Лугане. Мне как-то удобнее. Нитки плетения. Они смотрятся красиво. Я вот хочу на Линде вышивать, но меня останавливает то, что они не будут у меня такие, как вот девчонки показывают. Ну да, на встрече. На встрече. На встрече. Ну это шедевры, конечно. Мне тоже хочется какой-нибудь шедевр вышить, но пока у меня это не получится. А на Линде все равно не так смотрится. Вот даже Мирабиль меня останавливает. Я не хочу ее ни на Линде, ни на конве. А на мелких каунтах я не могу ушивать. Ну вот эта, кстати, тоже с разметкой смываемой Луганой. И тоже она через 5 ниточек, наверное. 5 клеток. 5 клеток, да. 5 на 5 она разнимается. Это такая ювелирная работа, вот особенно когда там шовчики, бисеринки, вот без корнюшки эти. Я вообще, я балдею от них. Ну не знаю, я пока не решусь. Я вот каждый год стараюсь. Вот с этого часов у меня началось все. А я помню, когда я к тебе первый раз приехала, мы с тобой познакомились, у тебя еще магазинчик был вот там на цвилинга, и ты мне вот это показывала. А я тогда вообще еще ничего в вышивке не знала. Вот это на меня такое впечатление произвело. Ну вот у меня теперь традиция каждому Новому году вышивать новую игрушку. Шовчиками именно. Потому что на большем не успеваю. Ну вот мне кажется, я так никогда не смогу. Я скачала схему вот этих шовчиков. Я смотрела, как они шьются. А вот этот вот платный совместник был у меня в группе. Мне кажется, я запутаюсь. Мне кажется, я не смогу. Ну, всякое бывает. Я скачала пару схемок, бесплатные были. А многие авторы простенькие схемки бесплатно разрешают скачивать. И я пару схем скачала, хотела попробовать. Там прям подробно написано, нарисовано, как вот их делать, эти шовчики. Ну, не знаю, не могу решиться. Во-первых, у меня основы нет, на которой мне даже пробовать. Вот. Ну, и мне кажется, я не смогу. Хотела попробовать на линзе. Все-таки покрупнее. А если уж получится, потом уже решиться на что-то миниатюрное. Ой, прелесть вообще. Ну, вот это, конечно, мастерство. Вот, на мой взгляд, это мастерство. Все-таки, как я по наборам шпарю эти крестики, да еще и крупные, это, мне кажется, каждый может. А вот это, действительно, для меня высший пилотаж. Ну, вот я как бы нашла для себя применение шовчиков в игрушках. А вот как их еще где-то? Ну, да. Шкатулка. Вот, ты же видела, как их порвают шкатулы? Да, ну, шкатулки, это вообще шедевры, конечно. Это у меня мечта научиться делать такие вот картонажные шкатулки с вышивкой. Но на это и время тоже надо. И вот, пока на игрушки только, на новогодние. Ну, и дарила вот я тогда племянника на свадьбу тоже. Они для колец использовали, хоть она и не очень большого размера была, но все очень красиво на свадьбу смотрелось. И вот фотографии я тоже в Инстаграме выкладывала. Уже фотограф, профессионал фотографировал именно в день свадьбы, как эти кольца там на бусинке висели. Так что такие вот делаю иногда работы. А это что красивенькое? Это улиточки делают. Улиточки. А тем Андре из Медногорска. Они продаются? Да. Продаются эти улиточки. Оль, знаешь, что хочу выпросить? Для моих зрителей скидку 5% с моим промо-кодом. С удовольствием. С удовольствием. До Нового года 5% скидка для тех, кто укажет в комментариях. Давай твое имя. Давай. Будем точно знать, что от тебя. Давай. Если придет покупатель и скажет тебе, я ты Несса, все, ему будет 5% скидка. Или напишет в комментариях. Или напишет в комментариях. Я ты Несса. На сайте. Спасибо. Договорились. Выклинчила. Ну, должна же я для зрителей, для своих тоже что-нибудь попросить. Не только все мне, понимаешь? Вот, кстати, беломерка 100% хлопок. Да, Оль? Правильно я запомнила? Ну, все. Хоть что-то я запомнила сегодня. Но я еще видео буду пока монтировать, пересматривать, еще выучу. А это что, игольнички? Да, это моя мама шьет. Мама делает. Петушки. Оля, а вот эти иконы, как фирма называется? Галл Коллекшн. Это наше российское производство, там и то какое-то. Но, ну, как бренд они выпускают Галл Коллекшн. Галл Коллекшн. Ну, бисер чешский здесь, я смотрела описание. А ты вышивала, да, вроде как? Да, у меня три иконы вышитых. Вот одна большая, казанскую, я вышивала. И две вот такие форматы, именные. Я с вами пресницей вышивала. Могу показать, вот у меня в одноклассниках они есть, фотографии. Вот это вот маленькие именные иконы. Ну, у них формат, ну, не скажешь, что маленькие. Вот. И сейчас я тебе покажу казанское. А, ну, вот здесь вот поближе именно в работе. Без стекла и без оформления. Мне очень понравилось вот сочетание цветов, как подобран бисер. Отлично прям. Вот. Это Мария и Александра я вышивала. Вот это казанское. То есть вот идет вот это вот обрамление, которое ленту, да, или паспарту заменяет. Оно все это вышит тоже. И только потом багет уже. Ну, здесь предыдущие фото вот без багета. Довольно легко все вышивается. Вот рядочками, так вот орнамент подобный. Мне очень нравится. Свекла удовольная осталась подарком. А это новинка, да? Это студия у них в этом году. И вот их новая серия акварель. Вот это жилогонные сюжеты. Маяки. Угу. Ну, прямо акварель-акварель. Потому что вот, как видишь, тут много полукреста. Угу. Все на Линде твоей любимой. Да, Линду я люблю. Ой, я и шарики люблю. Я уже первую игрушку вышила. Эти меня ждут еще. Молодец-то какая. А я все собиралась и так и не добралась. Ну, еще бы мне оформить бы ее. А вышить-то вышила. Ну, если ты обе стороны соединишь, там оформить-то проще. Просто через край соединить. Матрешки. Как я их люблю, эти матрешки. У меня же все четыре вышиты. Да. Я их обожаю. Я считаю, это одна из лучших разработок Алисы. Эти четыре матрешки. Рюшечка новенькая. С монетками, надо же. Попу розовую вышивать будет прикольно. А вот этот, кстати, у тебя, Оль, наборчик есть. Вот это осень. Вот он хоть и маленький, я думала он пиксельный. А он, кстати, красивый. Красивый очень. Желтые листва очень красивые. Да, я видела, у тебя такое есть. Много информации. Все переваришь. Главное, чтобы зрители мои переварили. Девчонки, у Оли есть интернет-магазин «Радуга вышивки». Я ссылочку оставлю под видео. Переходите, смотрите. И оставлю на группу ВКонтакте, да, наверное. И ВКонтакте мы во всех соцсетях. На сайте вы всегда внизу, в каждой странице можете найти переход на ссылки в соцсетях. Также по равномерке я всегда к заказу предлагаю в электронном виде брошюру, которую я составила для, в общем-то, и новички ей пользуются, и кто уже постоянно. Там вся информация собрана по равномерке. При заказе отдельно она стоит 500 рублей, а с заказом совместно 300 рублей. Так что обращайтесь, поможем. Там очень четкие и хорошие фотографии и компактно собрана информация. Ну все, пока-пока. Пока.